И снова всем привет! Мы продолжаем смотреть финалы турнира G3 и его Pro Division, в котором уже во второй игре из Best of 3 встречаются команды Cats против команды GZ. На этот раз ребята поменялись местами и Коты теперь за Легион. Рум 409, Скорпион, Шилла Стайлс, ФФ и Куай. Против них GZ, Мод Феникс, Ру, Ли, Эркин и Куде Рейнджер. Уже плачевненько проиграли GZ свою первую игру не закеяли на Зефире и очень были заганканы всей командой. И даже ФФ был достаточно активен, хотя немножко нашей Санни ожидания о том, когда он выйдет, отличется от фарма, он и не оправдал. Но все же это было круто. Сейчас ребята сильно думают над тем, кого банить, кого пикать. И в Хидден Банни уже Коты поставили Джереза и Пеблса, Торчер и Магмус достались Хеллборну. В Локе Кэтс, Рум 409, Темпест, Кипер, Легионер. И Темпест Кипер как-то часто именно у Рума в Локпике, собственно и в этой и в прошлой игре. Но Легионер теперь не был за Хидден Баннин и был поставлен. Будут ли ребята через него играть? Скоро мы увидим Локи от ГЗ, Амараксус, Афелия, Предатор. Вот так неоднозначно ребята все выбрали. Баны. Рум закончил свои баны. Это три штуки. Хаммершторм, Хаг и Дэдвуд. Ну а ГЗ думают над последним. Фейда, Мунквин уже есть и последний бан будет сейчас. Ну что же думаешь ты, Санни, по поводу прошлой игры? Ну, где-то так же. Где-то так же я думаю, эээ, ну где-то такие же мысли и у меня. Силка последний бан от ГЗ. Ну ребята проиграли просто две линии из трех. Потом один зефир просто рассварленный уже не потащил. Пару раз пошли неудачно пушить. Отдались в ульту Темпеста и просто 20 тысяч перерез в золоте уже дало себе знать. Темпест, кстати, всю игру был пешеходным. Так, Портал Кей он и не купил, но все его ульты реально решали. И с самого начала мы с Аней предполагали о том, что лайнап может быть выигрышным для ГЗ, но слишком сильно это зависело от линии с Бабблсом. А именно на нем был взят Бладлас с Солу Рипером вместе с Темпестом. И, соответственно, дела не пошли на лад. Дефайлер в Соло Изи Лайне был сильно загнан Дэдвудом с Вуду Джестером. Ну, а зефир, хотя свою линию против Соло Луны вместе с Глациком и выигрывал, но это сильно не решило. Я бы очень, конечно, сейчас хотел увидеть легионера в пике, потому что он как герой очень сильный. Если будет пик, то нужно смотреть уже за реализацией. Мне интересно, будет ли преда. Честно говоря, непонятно пока, кто на чем будет керить. Ферст пик Глацик и два пика для ГЗ. Пока Плаграйдер и что-то еще. Сильно задумались. ГЗ сейчас вообще мощно думали. Почти весь пул дополнительного времени использовали. 4 секунды там только осталось. И это Поливог. Кстати, давненько я не видел Поливога. На нем, на самом деле, неплохо исполняют, что Феникс, что Ли. И, может быть, это какой-то шанс ребятам даст. Да, персонаж на самом деле забытый. Хотя очень сильный. Вот особенно, что у нас не популярно на Горене. Это Вич Слэйр на миде. Хотя... Очень, кстати, сильный мидер. Да, очень сильный мидер. Да, и те же самые. То есть там Фнатики и пара других команд тоже его практиковали. И это как бы показательно было, что персонаж на миде очень сильный. Он сильный мидер, но, с другой стороны, не всегда ему удобно брать руны. Не всегда им удобно ганкать. Поэтому, ну, как бы, многие другие мидеры у него выиграют в плане эффективности для команды. А вот так вот тоже неоднозначно решили. Ребята, это Эмиральд Варден и Пиромансер для Котов. Эмиральд тоже такой не сильно частый Керри. Хотя сейчас это будет явно неприятно, чтобы ребята не выбрали. Ведь 5-секундная Салат и, во-первых, скилла... Это ой-ой. Ласт пик. Керри Котов уже понятен. Что же будет... Чем же будут керить ГЗ? Мне почему-то больше кажется, что здесь Эмиральд пикался больше из-за его трап. Почему-то мне кажется именно так. А вот и Керри определился. Керить будет Мэдмен. Тоже, кстати, вчера мы с Рейнджером обсуждали вопрос того, что, раз уж так сильно любят его поп-трейнить, если его любят убивать вдвоем, втроем и так далее, почему не брать чара, который может жить? И это будет, я думаю, Мэдмен на Эзилайне. Кипера выбрали Коты первым. Ну, у ГЗ-шек есть вариант Лесника выбрать или Мараксуса. Ну, хотя они сейчас могут взять обоих. Они могут взять Темпост, Мараксус. Но, правда, останутся без Саппорта. Саппортить, видимо, будет Поливок. Темпост, Темпост и Поливок. Ну, Поливок будет Мидер. Темпост с Плаграйдером будут так, скажем так, со слезами на глазах будут саппортить. Одна секунда. И это Легионер. Рандом. Я думаю, что это РМК. Ага, не будет ремейкать. Предатор. Последний был у ГЗ. Предатор. Очень это неоднозначно. Очень неоднозначно. Итак, ребята сейчас будут быстро ремейкать. И последним достается Легионер. Ребятам из Котов. И их пик финальный выглядит так. Глациус, Кипер, Эмиральд Варден, Пиромайстер и Легионер. То есть, Хардлайнер и Лесник. Это Кипер или, наверное, Хардлайнер. Лесник, Легионер. С другой стороны, ПР, Мэдмен, Поливок, Темпост и Преда. Преда. Это вообще что-то вот неоднозначное. Мэдмен, Предатор. При этом Лесник, Темпост. Посмотрим. Это явный ремейк. Вот-вот его волтают уже. Сейчас носких нет из игры. Готово. Ну что ж, ждем следующего инвайта. И пока я поставлю вейтскрин. Я думаю, ремейк быстро срастется. Ну что я вообще... Вот что себе думают ГЗ по поводу Преда, Мэдмены, Темпост? Как это будет лейнется? Да, я тут немножко в таком шоке пребываю. Ну, я предполагаю, это Мэдмен Изилайн, Преда, Мид и ПР на Хардлайне. Вот как-то только так. Очень неоднозначно. Темпост в лесу. А кто там был пятый? Как-то я уже не успел запомнить. Суицид лич, скорее всего, он слегкает. Ну да, ПР точно суицид, но там не было саппорта для Преда. Это скорее всего Полевок, если Мэдман будет в Миде. Не, Мэдман Мид не пойдет. Почти со стопроцентной вероятностью. Ну тогда, возможно, Пред на Миде. Я же говорю, Пред, Полевок, Мид, Мэдман, Соло, Изи, Темпост, Лес, ИПР, Хардлайн. Но все равно что-то такое. Такое. Если ГЗ хотят выиграть, то это мы увидим сейчас полуторачасовую игру, по-моему. Тогда, конечно, Мэдман с придом что-то покажут. Но дадут ли коты это сыграть? Ой, вряд ли. Ну у них Легионер, у Кэдсов это тоже такой персонаж, который как-то начинает более-менее активничать после 15-й минуты. Самое большое, что меня смущает в пике ГЗ, что у них очень слабость инициации. На мой взгляд, Мараксус очень хорошо смотрел. Да, Мараксус смотрелся реально неплохо. Да, Мараксус реально лучше Предатора смотрелся. Я, кстати, ни разу не видел, как Скорпион играет на Легионе. Я видел. Они когда играли против Вуку, несколько игр свапались Вуку с Скорпионом. Ну, Вуку играет значительно лучше, так тебе скажу. Но Скорп тоже неплох. Очень неплох. Вуку же берет на третьей минуте шестой левел вообще-то. И выходит и ультой убивает того, кто стоит рядом на линии. Это так смешно. Ну что ж, будет ли смех или не будет? Кэдс уже побеждают 1-0 против ГЗ. Вторая игра из Best of 3. И если ГЗ хотят претендовать на первое место, то им эту игру нужно выиграть обязательно. Волтпауза сразу от Хеллборна. Смотрим, что же происходит, какие будут лайнапы. Ну, у Котов все более-менее понятно. Легионер явно Лес. Евэшка или Пирик Мид. Ну и у них, у кого-то из них есть саппорт лица Глациуса. Шила пойдет Шилить на Хардлайн. Наверное, против Соло Мэдмена. И, кстати, он будет достаточно неудобен. Ведь Мэдману с Темпостом без какого-то варда, без какого-то даста будет дерево убивать неприятно. Но это, с другой стороны, нет Темпоста или ПРа у Котов. Поэтому дерево будет сложновато удержать линию в нужном ей позиции. Тем более, что все эти хороводы с крипами вокруг достаточно быстро контрятся. Просто беганием с чужими крипами вокруг. Поэтому, я думаю, что газы не растеряются. И первая пачка крипов не умрет об Тауэр. По поводу того, что убивать кипера. Кипер вообще практически такой неубиваемый. Точно так же, как и Медведь в Суицид Лейне. Поэтому здесь просто вопрос в том, какой у него будет левел. Ну, Соло Мэдман вряд ли его прям прогонит. Если это будет именно Соло Мэдман. Соло Мэдман его точно не прогонит. Скорее, кипер ему еще по голове она стучит. Как-то так. Но опять же, Рейнджер любит активную игру. То есть, это будет Мэдман, который не будет пытаться нафармить быстро Рунидекс. Или что-нибудь типа того. Типа фуру. Скорее всего, он, если убьет кипера, то пойдет с банкой, за рунами или так далее. Правда, с Офелии они практикуют так, что когда первый раз выходит Офелия на ганг, банку покупает Мэдман у Офелия. И с банкой Мэдман, конечно, вообще имеет кучу потенциала именно к Рому, к убийству. Но сейчас Офелии нет. Есть темпосты. И поэтому Мэдман, может быть, идет все-таки фармить. Ну, а лейтгейм перспектива все-таки лучше с придом и Мэдманом. Но два керри, разделят ли они достаточное количество фарма, чтобы купить хоть что-то? Это реально нужно выигрывать линии. Реально их нужно выигрывать. А выигрывает ли линия предатор-полевок против хоть кого-нибудь? Нет, здесь мне почему-то видится, судя по закупу, что предатор вместе с плейграйдером идут вниз. Судя по закупу именно. Да, очень на это похоже. Может быть, это и разумно. Не знаю, насколько тут. Смотря что против них будет стоять. Если против них будет стоять, он ЕВ, Глацик и Пирик, то, ты знаешь... Но не будет, конечно, эта репла исключена. Будет нужен мидер из этого всего. Мидер явно Квай. Да, там будет соло Миральфарден. И соло Миральфарден против Пэра, и этого самого, и преда, это у Миральда, однозначно. Он не устоит там, поэтому это будет своплений. Ребята знают, что здесь преда. Преда ничего не вкачал, поэтому без проблем смог зайти и поставить вард, потому что он мог, если что, вкачать Стоунхайд и Стана избежать. Поэтому, скорее всего, внизу останется ЕВ и Глацик. А вот ЕВ и Глацик против преда ИПР, ну, дело в том, что стрёмно и сложно. Но, но, если Пэра удержит линию в адекватной позиции... У ребят же два диная. У них есть и Tempest, и Пэр. И эти два диная, похоже, планируются для мидера. Странно, почему именно два диная могли... Один приду, один мидеру было бы лучше. Так, хотя бы так разделить. Я бы вообще динаил оба приду. Глацик все-таки будет в Сумиральном стоять. Да, логично. И пред теперь имеет нормальную линию, в которой они не забущены отсутствием двух крипов. И, соответственно, формить минуты-полторы он не сможет, пока тот же плаграйдер не задинает еще одного крипа, как минимум. Двух, вернее, скорее всего, ему надо, чтобы это как-то выйти. Да, 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 да. Он же на легионере отыграл немало игр, ну, в пабе. И в пабе я им играю точно так же, но это все-таки не папа. Но без топора не получит атак ловеляться. Не получилось бы сделать вот так вот сейчас два даблстака, как сделал уже Скорпион, как делает Вулку, опять же. Ну, там есть Глацус на нижней линии, который может стакать помогать. Ну, ты знаешь, Глацус, если будет сильно помогать стакать, то Эмиральд может получить по голове очень больно. Нет, на первых ловелах нет. На первых нет, на втором, на третьем. На третьем, да. Нет, но если ты посмотришь по времени, то сейчас Глессу Глацус мог уже застакать один раз, и через 10 секунд второй. Проблемы у ПРа, ну, вовремя, очень вовремя замерил предатор, Эмиральд Вардена, и Эмиральд не достал, чтобы последние 7 хп у ребят отобрать, и сделать блат-ласс на плаграйдере. И ЭПР пошел домой. ЭПР очень хорошо тоже завязывал красную банку, и ему как раз там 4, по-моему, хп оставалось. Да, да, да. 7 или 4, что-то типа того. Конечно, взятый быстро второй левел сейчас очень не помог Глацусу с Эмиральд Варденом. Хотя преда, даже несмотря на количество динаев у ЭВ и у Глацика, преда экспы получают больше, чем рейнджовые, поскольку он милишник, но выгоняется он сильно, и, соответственно, аналогичное количество этих крипов за динает получается у него вряд ли. Кстати, пред без Стоунхайда, и, соответственно, это может угрызать его жизни тоже. Что там у нас? Мидлайн, кстати, из вопросов. Полик имеет 10 крипов, Пирик имеет 7 крипов. В принципе, я хочу сказать, что Ли справляется. Мэдмэн, Мэдмэн 4, Кипер 3, формят, в принципе, оба. У них по криповам даже одинаковая ситуация. Да, более-менее. На какой минуте ты там говоришь, к Вуку 6-й левел? 3-й с мелочью. Странно, потому что... Не знаю, как он без саппорта может апать к 3-й минуте 6-й левел? Нет, не к 3-й, а к 4-й. 3-й с мелочью, типа 3-40, например. Дерево выгоняет Бэдмэна. Да, дерево неприятное, конечно. Хотя Мэдмэн купил лайфтуб, дерево его, конечно, покупать не будет. И Мэдмэн сейчас будет стоять адекватно. С уже лайфтубом сможет чуть-чуть рисковать хп, и... Ну, не так прям сильно. Да, придется юзать банку, похоже. Пока фрагов нигде, я бы сказал, даже не предвидится. Если не выйдет легионер, а легионер не выйдет. Или если не выйдет темпест. У темпеста до... Руна внизу, руна внизу, руна внизу. У пирамансера будут проблемы. О, будут, 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 будут проблемы. Полевок может дать хиксу. Есть стан не вовремя затаймленный немного, но стан хотя бы на 2. И, может быть, у Полевока будет сейчас молния, чтобы забрать Бладласт. И это будет Бладласт, сделанный командой ГЗ. И он достается еще и темпесту. Что, может быть, в этом случае и не сильно плохо. Потому что темпест сейчас купит себе моноринг. И, может быть, сразу купит какой-нибудь даст или антивард. Чтобы в ближайшее время выйти к Мэдмену и помочь ему забрать кипера. Да, так и есть. Обрати внимание, уже в курице летит даст к темпесту. Сейчас, конечно, да. Попытка въехать опять по ПРу. Ой, как же больно ему все-таки ПРу-то. Ой, он развернулся только что для того, чтобы преду дать возможность сделать фраг на Эмеральд Вардене. И у преда, может быть, это получится. Есть батарейка на 6 и хватит на лип. Но сможет ли он его фрагнуть? И догоняет, замедляет. Замедление есть в ответ. И вообще очень мало ХП остается у Эмеральд Вардене. Но файт продолжать не имеет смысла. Предатор не сделал фраг на Эмеральд Вардене. За который Плаграйдер, который, кстати, мог уйти в лес, отдал свою жизнь. Да, очень обидно, я думаю, сейчас приду с ПР. А вот и въезд по Киперу с Дастом. Конечно, Мэдмэн его заберет. Как я и говорил, хорошо. Достаточно хорошо, чтобы Ладглас достался именно Темпесту. Очень быстренько и раненько смог он купить и то, и то. Не говоря уже о том, что сейчас поставят Вардик. И ребяткам будет полегче. Будет ли это пуш? Хорошо сейчас, в принципе, крипы расплитались. Проблема у Полевога, но критичная ли? Да. Это фраг. Так, Квай делает фраг на Полевог присте в ответ. Уже один раз Полевога его убил. И за это берет шестой левел, хотя Полик был шестым раньше. Небольшой просчет, видать, в количестве маны произошел у Полевога. Как так он отдался? Неприятно. У Эмиральда, кстати, в принципе, преда не в сильно плачевной ситуации. У преда более-менее. Не 20 крипов, конечно. 19, кстати, у Эмиральда. И 18 у предатора. Реально более-менее. Хотя против двух ранжовых. У Эмиральда еще пару фрагов там. Не пару, а один. Легионер вместе готовится, по-моему. Нет, я думал, что они с пиромансером готовятся погибнуть предатора. Но пока это не так. Не может никак нафармить Орю, Рай, Плаграйдер. Не может нафармить даже на какую-нибудь батарейку. Хотя реально она сейчас была бы крайне неплоха. Пирик очень удачно поймал полевок языком на хосте. Пирик потерял кучу хп. И вынужден потратить банку полностью в сейф с хостой и со всем остальным. Хотя у него, в принципе, до сих пор фуллмана. Но уже фрагнуть прям-таки легко не получится. Темпс тут почему-то пассивничает. Могли бы еще раз забрать кипером. Да, могли бы. Но скоро, наверное, и заберут. Кипер, правда, уже седьмой. Мэдмен купил себе сустейнер. Кипер хотел подраться с курицей. Опа! Али таки справился. Али забрал мидера. И въезд по пиромансеру вполне успешный. Теперь даже, кстати, немножко будет запушен мид. Ведь вуду-варды стоят недалеко от Таура. И следующую пачку крипов, скорее всего, заберут. Она, правда, только вышла. Нет, 25 секунд еще вуду-вардам. Да, они продамажат. И, соответственно, пушить мид уже имеет смысл. От легенера пока не огромное количество пользы. У него есть только лайфтубы. Уже почти восьмая минута. Хотя к восьмой с половиной он купит свой хелм овд Блэк Лиджин. Но это явно уже не Вуку Стайл. Ведь Вуку фармит через Высперин Хелм. Седьмой леги. Преда будет умирать. Ой, будет умирать. Ой, будет умирать Предатор. И будет, будет умирать Предатор. Конечно, Аплакрайдер ничего не сможет делать. Хотя, если бы он был сейчас шестой. Полик на инвизию. Но маны слишком мало. Я думаю, что он сейчас пойдет за баночками на ману. И попробует, может быть, немного ганг вниз. Пиромансер тем временем заходит в лес найти, чтобы там Темпеста. И он его, наверное, найдет. Да. И, наверное, убьет. Ой, ой, ой. Как Пиром несует что-то очень сложно. Ой, ульта. Ой, крипы нарезают. Если будет реакция хоть какая-нибудь. А может, даже она не пригодится. Есть фраг на Квайе. Очень хорошо сыграл только что Темпест. Хотя, я бы сказал, что плохо, что мяснул Пирик Станом. Если бы попал в билду. Он просто ужасно, на самом деле, Пиромансер сейчас сыграл. Темпест его не видел, когда поднимался в тайграунд. Да, не видел. А, не видел. А, он его, а Пирик его видел. ММ уже с сустейнером и ботинками достаточно легко и уютно чувствует себя против Кипера. И вполне его выгоняет у Темпеста. Пока нет. Нет, все есть. У него есть маны, чтобы выйти и попробовать забрать Кипера. Кипер ребафнул инвиз. Это, наверное, я только что видел Мэдмен. Вот сейчас надо забирать Кипер, пока он прохорошен. Да, надо, надо, надо. Темпест опять почему-то не выходит. Хотя есть маны на стан. У Пулевога в меде все хорошо. Очередной фраг на Пиромансере. И в том же месте, там же абсолютно стоят варды. Если Мэдмен бы сейчас среагировал, то дерево могли бы попробовать забрать. Хотя за один стан Темпеста это будет нелегко. Дерево даст свою ульту. Ох, Эмираль взял шестой. Конечно, приду. Теперь с ним неприятно стоять. Нужно уже ульта ПР. И попробовать кого-то забрать, да? Да, да, получится. Да, что-то можно будет делать. На мидлайн вышел Легионер. Попытался задинаить и отгреб даже себе 20% хп. А Таур достал все-таки Хеллборну. И у них теперь преимущество по золоту 3000 и 1000 по опыту. Два лесника есть с каждой стороны. Ну а количество фрагов, превышающее на два, чуть-чуть облегчает ситуацию для Хеллборна. Да, Руна достанется Легионеру, наверное. Кстати, Легионер с иллюзом прикольный. У него крутятся иллюзы, ему фармить чуть легче становится. Там даже не чуть легче. Они на самом деле фармят очень здорово. То есть они на любой линии, вот на этом левеле, ну, пачки 3 крипов убьют точно. Легионер, правда, расставляет иллюзии, видать, нас... Ох, провтыкал. Мог только что за стакать иллюзий. Но он пачку крипов убьет. Пэру совсем нелегко. Он копит непонятно что. 700 копеек там есть. Это были бы ботинки, батарейка. Крайне неплохо, в общем-то. Мэдмен сильно выгоняет кипера и, в общем-то, чувствует себя вполне уютно. У него есть уже деньги на первую часть Рунет Кливера. Леги пришел на мидлайн, забрали Мэтфеникса. Что? А, придогнали аж снизу, да? Нет, Фред делал ТП в мидл, чтобы за гангой пиромантера. Пиромантер не до чейзили, вышел легионер и ситуация наоборот сложилась. Сейчас обрати внимание, как копии легионера будут дамажить. Да, да. Я вообще видел, он только что зафармил стакать больших крипов иллюзий. Да. Не посмотрим, иллюзии закончились. Второй Тауэр для ГЗ и 3.700 преимущества по золоту у Мэдмена через 400 копеек Рунет Кливер. Кстати, только что Дастом зацепили кипера, и его было видно, мне кажется, ребятам. Хотя по РНЖ нет отсюда, не сильно понятно. Даже учитывая лайнап, в принципе, у команды ГЗ сейчас все не так плохо. Потому что более-менее фармят все, даже тот же пред, имеет 200 гпм против... Ну, хоть что-то, да, хоть что-то. Не фантастика, но свое дело он, в общем-то, знает. И дальше тому же легионеру не будет приятно драться с предатором. Предатор, когда нормально отфармит свою пассивку, которая у него пока на один. Берст легионера лишь даст ему дополнительной жизни. Он хорошо будет от него откушиваться, очень хорошо. Поливог на инвизе охотится в лесу, пока никого не может найти. Легионер на миде вместе с перомайнсером. Полик 10 с ультой. Видит ли он леги? Если что, рядом есть ПР. Рядом есть ПР, сможет ли он ультануть? ПР убил. Легионера было бы тоже неплохо, но фрага, наверное, не получится реализовать. Ух, слишком он толстый. Хотя, да, развели-таки кого-то на тпшку, что тоже неплохо. Дерево улетело с верхней линии и, соответственно, даст мэдману чуть пофармить. То есть, этот, хоть и неудачный ганг легионера, все-таки привел к тому, что забрали дерево с верхней линии. Мэдман уже нафармил на Рунит Кливер, пока его себе почему-то не везет. Или это будет... Это, кстати, может быть не Нул Стоун, ты знаешь? Вообще, может быть, здесь проблема... Сало и легионер. Проблема пика. Команда ГЗ в том, что у них 4 персонажа, которым нужен фарм. Ну ты знаешь, пока его дают... Пока карты просто ресурсов только нету. Пока его дают. Все-таки Рунит Кливер взял себе мэдман, уже он у него есть. И, в общем-то, неплохо. На 13-й минуте он уже у него был. Вот сейчас вылетела к нему курица. Коты в четвером внизу, вниз, наверное... Не, не коты, ГЗ в четвером внизу. Но команда Кэтс об этом знает, поэтому они просто, по-моему, собираются отдавать Тауэр. Лейнвард стоит. Дерево, дерево привезло себе ТП-шку, что ли? Да, дерево привезло ТП-шку. Может, в принципе, среагировать, хотя коты отходят. Поэтому Тауэр просто отдают приду. Сейчас легионер ПК, и какой-то экшен должен уже начинаться. Предо улетает на мидлайн. ПК к легионеру еще не прилетел. Ну, коты забрали мид. В ответ, конечно, ГЗ запланированно забрали низ. Хотя, удачно ТП-шнулся Предо, и теперь он чуть-чуть пофармит хотя бы этих хребов. В свободе действий, так сказать. Не деля ни с кем экспу и фарм. Еще одна бачечка хребов ему, может быть, достанется. Мэдман уже нафармил и на стимбутсы неплохо. Наверное, возглавляет чарт ГПМа. Сейчас именно он так и есть. 390 ГПМа у него. И с Руницкливером, правда, пустым лесом, его ГПМ должен в скором времени прилично возрасти. Вот сейчас, о чем я говорил, негде фармить в команде ГЗ. То есть, кто-то фармит в лесу, модман выфармливает топ, а 3 персонажа трутся внизу. Ну, все это решается стаками. И остальные вот два, вернее, персонажа, которые фарма не особо уже должны получать. Темпест ПК купил, ботинки у него есть. ПР тоже, черт с ним, с тем фармом. Собственно, Темпест с ПРом должны просто отстакивать. Эншинта в лес и все остальное. Обрати вот эту разницу в стиле игры Темпеста. То, что в прошлой игре там не было ПК вообще и были красные ботинки до конца игры. Здесь трайдерсы и ПК, но проблема такого Темпеста как раз в том, что у него 870 хп. То есть, Легионер с ПК его забирает очень быстро. Просто ПК второй скинул ульт. Очень, очень быстро. Ну, расчет на то, что Легионер будет въезжать не по Темпесту, а Темпест будет сверху въезжать на Легионера как раз. Да, скорее всего, как раз это здесь уже будет от контргенциаций. Но Мэдмен 12 левел сравнивается он только с Легионером, которого было бы неплохо ганкнуть. 101 и 370 гп имеет именно он. Все остальные коты не добрались еще до 300. Хотя сейчас ГЗ не пытаются ганкать, наверное, дают возможность всем фармить, ведь понимают, что ХАРДЕСТ ХЕВИ ЛЕЙЙТ ГЕЙМ... За ними. Меня два раза слышно. Сани? Да, что? Меня слышно два раза. Ага, секунду. Нормально. Сейчас как? О, сейчас вроде ничего. Нет, все равно меня слышно. Кшост поднялась. Секунду. Секунду. Мэдмен уже очень уютно себя ощущает. После Рунит Кливера буквально через 5 минут он нафармил полностью стимбуцы, косарь, и уже 2200 есть у него сверху. В принципе, неплохо. Есть у Мэдмена Абишел Скал, купил он Владимир. И отчасти я понимаю, зачем это. Это для того, чтобы у них с придом было огромное количество аджора. Ну, в частности, именно у прида. Алло, алло, как сейчас? Сейчас вроде ничего. Мэдмен 2200 нафармил, говорю я, и купил Абишел. Это забустит их с придом, конечно, не слабо. Да, забустит это очень хорошо. А что Легионер будет собирать дальше? Пока пассивный Легионер с быстрым ПК не сильно эффективно поддерживает свой ГПМ. Хотя, конечно, фармить он фармит и фармит лучше, чем все. Но не факт, что это эффективно. Ему нужно было бы поубивать. Но обе команды сейчас выбрали пассивность. И не знаю, на стороне ли котов это дело. Ведь Эмиральд Варден сейчас будет фармить еще минимум 3-4 минуты и купит только нулстоун. А за эти же 4 минуты Мэдмен с 430 ГПМ купит уже что-нибудь еще. А вообще и токен. Очень хорошо, конечно, они такой ниндзя-конок задумали. Мэдмену расстается. А по поводу Эмиральд Вардена, проблема этого героя как раз в том, что он очень слабо фармит. Совсем никак. Да, с Мэдменом он вообще никак не сравнится. Вот с предом, да. У них у обоих стиль, скажем так, фарма именно с руки. Такой, эй, крип, эй, на с руки, на. А у Мэдмена, конечно, с этим попроще. Предок купил себе инсанитариус. Сейчас ребята, в принципе, могли бы и подраться. Им сейчас именно нужно драться. У них есть токен. У них там без ВК. Но походу драться они решили за Тир-2. ЕВ-шка трапнула. Очень интересный Вард поставил только что Блейкрайдер. Да, я вижу. Ну как раз вот это и видеть. То, что они хотят видеть. Коты уйдут, наверное. Эй, заспойлил рез в дерево. А нет, не заспойлил. Ну сейчас некоторая силушка есть у ГЗ. Они могут попробовать что-то сделать. Предо улетает фармить вверх. Мэдмена остается фармить низ. И, собственно... А нет, наоборот. Мэдмена улетела наверх. Предо с остальной компанией шерит экспу. Ведь Пред 8-й левел. Это, конечно, самый нижний левел в их команде. И это, конечно, неприятно. Но сейчас на эндшитах хотя бы 9-й он уже взял. Ну, Глациуса обогнал уже. Коты вернулись. В попытке запушить Тир-2. Пирик сейчас с инвизом может достаточно эффективно скрыться по кому угодно. 11-й левел. Это минус ПР точно. Много заявили, что Пиро забирал инвиз, поэтому они... Ну, Пред, собственно, поэтому и ушел на фонтан. Пирик найдет сейчас Мэдмена. Но Пирик утратить весь рассказ на Мэдмена вообще невыгодно. Есть Варду в Ревелэйшн, кстати, у ребят. Въезд по Мэдмена, хотят собрать полную агрессию. Пиро вскрылся по поливок прессу. Поливок пресса не убил ульту, катает Эмбест и избивает Кипер. Но Мэдмена очень, очень больно грызет всех остальных. Глацуса заберет, может быть, заберет и дерево. Токен, в принципе, готов отдавать. И отдал, в принципе. Но убить никакой проблемы Пиромансера бы не было, если бы он не ТПшнулся. Но Тимфайт, в общем-то, выигран достаточно сильно. Хотя и стоимостью Токена. Но зато у Мэдмена уже есть опять 1700 денег. И возможность вообще без высовых боязней чего-либо пофармить как минимум 30 секунд. Преда жалко погиб, иначе файт был бы вообще очень выгоден ГЗ. Ну, учитывая, что у них два керри, именно таких хардовых, то здесь пред выступает в роли, скорее, какого-то танка. Да, сбора дэмэджа, по сути. Тимфайт очень удачно, в принципе, сложился для ГЗ. Обрати внимание, как Мэдмен только что увернулся от Сала, баррел роллом, замедлил Эмиральд Вардена и без проблем на инвизию убежал от Стана Пиромансера в том числе. И продолжает фармить Чужой Лес. Заберет сейчас даже руну, стакнет, наверное, себе Эншентов. Которые, кстати, поваржены, конечно, со всех сторон хорошо. Но отчасти и благодаря этому вардингу ребятам удалось провести такой хороший тимфайт. Да, в этом я согласен, про вардинга они хорошо. Единственное, что Пиромансера раньше не нашли. Если бы нашли раньше... Да, ну, ты видишь, там Ревелэйшн стоял. Если бы Пирик вступил в шаг влево, то Мэдмен бы его нашел и убил бы в соло. Да, именно так. Ну, тогда файт был бы вообще не очень. Тогда он не скрылся бы на Полевоге, Полевога бы не убили. И так далее, и так далее. Но токен отдан, и следующий Конгор минут через шесть. Ох, Пирик вместе с Легейнером. Легейнер купил Барби Дармор и, конечно, вдвоем с Пиромансером. Они без проблем сейчас убили предатора. Мэдмен пытался загнать Пирика, но ребятам явно нужен будет в перспективе гем, потому что дерево его хорошо засеявило инвизом. Очень мне интересно, как будет собираться Темпист, потому что Кипер против Темписта это такой очень классический матчап, кто из них сделает, ну, точнее, Темпист выберет БКБ или Рефрэш, то есть, либо там как-то ХП поднимать себе. Ну, БКБ, что ты же понимаешь, дерево и по БКБ ульту Темписту сбивает. Да, но я про эту игру, про Рефрэш. И собирают Рефрэш как Кипер, так и Темпист. Поэтому... Кто быстрее? Ну да, кто быстрее. И вообще, что сейчас выберет Темпист, как он будет собираться. Я бы на его месте вообще сделал, наверное, Нулл Талисман. Это как бы не классический вариант, но, скорее всего, именно так. Нулл Стоун спасает от этого-то дерева. Но что интересно, неспешно, но Квай выбирает путь в сторону Хиксы. Купил он только Блэссет Орб. Я думаю, о Хиксе, который его ждет через почти 3000 денег. Он уже очень сильно мечтает. Да. Ну, а Мэдман, кстати, выбрал путь толстого пацана. Там уже есть Айс Бренды, это, видать, будет сашулька-яшулька. Если вообще не ФВС первым ртом. Возможно, и так. Ну, здесь им именно нужно собираться в жир, как предут. То есть, переживать проказ. Да, они в итоге перекерить смогут в любом случае. А прожить, чтобы перекерить, им сейчас нужно. Полик, кстати, купил только что Staff of the Master. Аганим в сборе у него уже есть. И это, конечно, адская боль. При правильно поставленной за контрольной ульте. Дерево ПК. А по поводу Нулсона на Tempest я имел в виду не Кипера, конечно, а Легионера. Сейчас увидим, что ММ купит. Будет у него 2200, это будет Яшка, или все-таки он пойдет сразу на ФВС. Ты знаешь, ФВС будет смотреться неплохо. От него же действительно никто не убежит. И Легионер уже с ультой не рассчитает так. Потому что у Мэдмана будет 2,5 тонны ХП. У него, кстати, 17-й левел. И, в принципе, по карте он перемещается достаточно здраво. Придерживает 470 ГПМ. А в такой, скажем так, нелегкой ситуации, когда фармить все хотят, это неплохо. Пред, наверное, тоже через Сашку и Яшку, да, скорее всего, будет собираться. Вместе с Мэдменом будут стакать замедление. Я вот сейчас не обратил внимания, что куда дел свои деньги. Пред, я тоже не обратил внимания. И вот я как раз думаю... Не, он лежит... Нет, это не его. Майти Блейд лежит... Темпеста. То есть Темпест все-таки на Шанкинг Хэд. Ну, это отчасти правильно. Ведь есть еще Пиромансер, Эмиральд Варден и Глациус, которые сбивают в мульту. Борьба крипов за одного Вагобонд-лидера. Все-таки дерево он достается. А нет, Темпеста. Темпеста, Темпеста. Пред, на самом деле, с включенным Инсанитариусом будет иметь тоже там 1600 ХП, и тоже это не сильно мало. Ну, это как бы много, да. Но я вот до сих пор сижу и не понимаю, чем оправдан пик Эмиральд Варден. Это какой-то, видимо, фановый... Троллинг. Да, что-то такое. В чате пишут Америкосы, которые сейчас активно смотрят даже наш турнирчик. Пишут... И с самого начала, еще при пике я говорил об этом. Есть по Мэтмену, будет ли он критичным. И это одна ульта. И сразу будет ли вторая. Еще легионера законтролили, но Мэтмена все-таки убили. Через ульту Пиромансера, даже без ульты легионера. Но с ультой дерево, с ультой глаз. И все-таки с Мэтмена стрик... Ну, какой стрик, а там, правда, не было. 2 килла, но Мэтмена первый раз все-таки убили. Чуть-чуть остановили его фарм. Сейчас Мэтмен инвестирует, я думаю, все-таки свои 2400 именно в покупку Блесса Торбы, чтобы утолститься в сторону ФЛСа. Ну, блин, честно, он уже толстый. Ты видел, как его убивали? Ну да, убивали очень долго. На полевогу, вот, очень хорошо смотрелось бы сейчас Шторм Спирит как раз из-за инициации. Да, из-за того, что будет въезжать по Мэтмену или по остальным, спасти. В этом плане Шторм Спирит просто, ну, очень сильно выручает. Вод консид Хеллборна. Прикольно, что написало Вод паст, Вод фейлд. На самом деле, полик, я думаю, сейчас все-таки копит именно на ПК. Ну, а потом уже какой-нибудь Грейвлокет поменяет на Ветер. Мне почему-то думается, что... А может, отрывала вообще? Да, отрывала будут. Но ПК, конечно, ему нужен. Вот, дропнула Куды Рейнджера. Ну вот, сколько времени Мираль стоит в одной позиции, и, ну, он долбит этих крипов, долбит. Никакоим образом вообще не уходит с этой линии. Ну, с таким же успехом можно было брать, не знаю, сам в рейв какой-нибудь. Так что, да, это, наверное, все-таки какой-то тролль-вариант. У кипера, видимо, скоро уже будет рефреш. Да, 1600 монет надо было до рефреша. На какой минуте ты говорил, будет Конгар? 32-й, что ли? Я не помню, на какой минуте я сказал, тогда осталось 6 минут. По-моему, 34-я. Да, где-то вот так. Поехали! Я прям смотрю на этого темписта, с 1200 хп на страйдерах, и мне как-то грустно. Ну, Mighty Blade все-таки чуть-чуть приподнял ему хотя бы до этих 1200. Обсуждается в чате вопрос того, почему же радость иногда в моих словах слышится, когда выигрывают Teamfighter и ГЗ. На самом деле, говорят, предвзятый комментатор, непрофессионально. Да как хочу, так и радуюсь, ребят, и вы тоже радуетесь. Если не радоваться за кого-нибудь, то никаких эмоций в играх не будет. Я за ГЗ, это не единственная команда, за которую я радуюсь или болею. Я очень часто болею за тех, кто просто проигрывает первую игру. Как вот в полуфинале я очень хотел, чтобы коты выиграли вторую игру, хотя БЦ у них игру первую выиграли. Хотя я вообще не болею за котов. Да и что мне? Я просто хочу посмотреть, как они играют еще раз. Я просто болею за тех, кто имеет шанс сбить победителя. Я хочу, чтобы у котов кто-то выиграл. И будет это либо ГЗ, либо БЦ, вот честно вам скажу, было бы не важно. А нас ты, значит, как соперника не рассматриваешь, да? Ты у меня сакомментатор хороший тут рассказывать. Не доехал и молчи. Мэдман опять отправился на Конгора. На Конгоре прямо непосредственно стоит вард оф сайт от Румчика. И мне кажется, что Мэдман понимает эту опасность. Да, сейчас его даже в этот вард увидят. Мэдман ушел. У Мэдмана 3 тонны денег. Сколько не хватает ему ДФС, а еще тысячи. А вот и он. Прилетела курица посмотреть. Да, предатор выполняет все-таки роль танка. Такого. Да, предатор в арморчик, в хпшечку. Ну вот в следующем так, чтобы не сердце у него было бы, знаешь. Ну, конечно, не сказать, что это такая, какая-то не классическая сборка на него. Просто здесь им Диамоник действительно нужен. И собирается он будет только на преда. А Дисканитариус это очень классический предмет у него. Да, он на нем хорошо смотрится достаточно. Хасту такой взял. На Стоунхайде. Теперь похоже, что коты, может быть, наметили Конгора. Тут сейчас чимфайт будет заключаться в том, найдут ли дерево до ульты Темпеста. Или не найдут. Мэдмена рядом нету. Мэдмена ТПшка есть. Непонятно. Въезд попали в Престу. Поли в Прест, конечно, очень быстро умрет. Готово. Даже зачем-то лишнюю ульту дал Легионер. Там оставалось на одну тычку хп. А Легионер ультанул. Ли забрали. И, наверное, Тир-2 или Конгора ГЗ сейчас, может быть, отдадут. Кстати, хорошая реакция от Мэдмена. Мэдмена уже был рядом, но побежал домой. Купил Шранкинг Хэд. Шранкинг Хэд и у Темпеста. Пойдут ли коты дальше? У них, в принципе, ульта Кипера еще есть. Ну, а без полика ГЗшкам будет неудобно, конечно, залетать. Без его ульты с 16-й. С Агонимом. Нет, они просто решили забрать два Таура, да? Вот сейчас у Гипера уже будет рефреш. Буквально там через... 300 копеек. Да. И это плохо очень для команды ГЗ, потому что за две ульты... Мэдмена уж точно заберут. Да, да, да. Мэдмена точно заберут. Легионер выходит уже не спеша на Брестплейт. Заметили ли ГЗ, что у Кипера вот-вот будет рефреш? Теперь, кстати, Мэдмену реально имеет смысл даже геометр собирать, я не знаю. Выходить из двух ультов реально нужно. На полевого нужны ветра. Они прямо очень нужны. Полик пока без ничего. Опять попытка забрать Кангора. Это увидят коты. О, есть антивардинг. Ну, сняли Сивард, не сняли именно Вард на скале. Видят, дерево с рефрешером уже рефреш летит. А ульгионер демоник в сборе. Тоже неплохо. Коты, кстати, играли-играли, а ГЗ все-таки перефармили. Нехватка мест для фарма тут сказалась. 5000 золота и 4000 опыта. Хотя на 33-й минуте это не прям критичные цифры. Но они все-таки в распоряжении команды Легиона. Инвизик теперь еще есть у Эмеральд Вардена. Даст, правда, кстати, есть у Бреда. И у Тэмпоста есть. А вот и война. Тэмпо скатает ульту у одного Легионера. И Легионеру оказалось не больно. Рефреш и у ульта еще одна дерево. Предатор все еще живой. Все остальные погибли. Ну и Предатор, конечно, тоже отъезжает. И в ноль практически погиб. Только Глациус выигрывает коты, тимфайт. И, соответственно, забирают мидлайн. На выкуп, наверное, нет ни у кого. Там, кстати, и пиромансер уже с Хексом, так что здесь три фармящих персонажа, вроде, четырех дали себе знать. Именно сбор, например, рефреш, демоник и Хекс. И очень сильно помогли кацам. Угу. Сразу две линии, ребята, забрали. Вод консидер от Хеллборна. Состоится ли он? ГГВП пишет Матфеникс. И ребята решают дальше не фармить с двумя потерянными линиями. И победа команды Кэтс. Вторая победа в этом турнире. И, соответственно, первое место в турнире Г3 и его продивизионе. Первое место команда Кэтс и 1000 долларов уходит в пользу этой команды. Второе место команда ГЗ и 700 долларов из призового фонда. Достается им. За третье место до сих пор, наверное, играют или нет. Или играют. Карбюратор. Посмотрим, что там у них. Карбюратор с бетсами не играли. Что ли? Нет, это не та игра вообще. Карбюратор. Ау. Играли. Бетсы выиграли одну игру, вторую еще они не играли. То есть третье место еще пока неизвестно. Ну а победителей первое и второе место, победителей первое место. Команду Кэтс мы поздравляем с победой в турнире Г3 от компании Гарена. И его продивизиона, в котором встречалось 8 лучших команд по результатам рейтинга Г-серий. И среди них коты лучшие. Всем спасибо, на сегодняшний день мы настримились. Может быть сейчас глянем вторую игру к вам против бетс. А может быть и не глянем. Всем огромное спасибо, с вами был я, Иван Акамай. И в финале со мной вместе стримил Санни. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok